Папа! 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 Это не надо, надо остановить. Не надо отвечать. Зачем? Под такие возгласы толпа из 50 человек полтора часа назад буквально штурмовала администрацию Челябинска. После рабочего дня люди пришли в приемную мэра и потребовали встречи с Врио главы города Владимиром Елистратовым, который вел прием граждан в честь Дня Конституции. Как-то не очень похоже это правда на прием граждан и скорее на несанкционированный, но спланированный митинг. Соглашусь, Юля, люди выкрикивали «Мы здесь власть!» и ломали двери. Заметно было, что людей использовали вслепую. Многие не понимали, зачем они пришли. В итоге всех людей пригласили в актовый зал. К ним вышел временно исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов и заявил, что готов выслушать собравшихся. Его встретили аплодисментами. На проспекте Ленина действительно нет листы. Этим летом на проспекте Ленина не было листы. Другие потребовали снизить квоты на выбросы предприятий. Однако ошиблись дверями. Это вопрос федеральный и собравшиеся даже не знают, что сейчас его рассматривают в Государственной Думе. Владимир Елистратов заявил, что экологический вопрос у него и губернатора на постоянном контроле. Нарушения регулярно выявляются, фиксируются и по ним заводятся уголовные и административные дела. Но люди не хотели этого слышать. Беседу пришлось ограничить. Я бы хотел, чтобы наша вся процедура не носила длительный характер, потому что на сегодняшний день идет всемирный день приема по личным вопросам. И там сидят у меня внизу такие же люди, которые прошли эту процедуру в законном порядке, заранее записались и ждут визита своего и ответа на их поставленные вопросы. Поэтому давайте определимся не более 10 минут. После 10 минут общения Елистратов записал все требования и пообещал дать ответы на все вопросы в ближайшее время и пригласить активистов на встречу. Предложение было воспринято одобрительными возгласами. Люди стали расходиться. Среди собравшихся были замечены активисты движения СтопГОК, скандально известного организатора опасных пиар-акций Василия Московца, и движения Челябинск Дыши, экс-замгубернатора осужденного недавно за мошенничество и взятку. Это наводит на мысль, что это низкосортная политическая провокация. Вот что нам рассказал по телефону политолог Александр Мельников. Это, безусловно, выглядит как некая пиар-акция, действительно политическая пиар-акция группы активистов. Причем она, так знаете ли, совпала по времени практически с недавним заявлением одного из известных активистов о его мэрских амбициях и желании поучаствовать в борьбе за постгородоначальника. Сам же этот потенциальный кандидат в начале акции прятался в толпе, контролировал людей и подсказывал им, как себя вести и что говорить, буквально бросив людей на абразуру. И появился Василий Московец только на встрече с врио главы города. Продолжение следует...